Елена Рафаиловна Коренная Фрязенко. В Щелковской больнице работает с 1990 года. Сначала врачом-хирургом, потом онкологом. Какое-то время руководила поликлиникой в Трубине. Но затем вернулась в родное Фрязино и снова хирургом. Елена – врач в третьем поколении. Мой дед, Александр Матвеевич Толмачев, был военным врачом, врачом-эпидемиологом. У него было два высших образования – фармацевтическое и лечебный факультет. Моя мать Толмачева Нина Александровна проработала во Фрязинской больнице в течение 23 лет. С 1957 по 1980 год руководила родильногинекологическим объединением во Фрязинской городской больнице. Елена окончила Фрязинскую школу номер 4, затем лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Николая Семашко. После окончания интернатуры в Королеве и рождения дочери устроилась на работу во Фрязинскую больницу. По словам врача, хирургия – это прежде всего операционная, где должно быть чисто, светло, тепло и комфортно как пациентам, так и докторам. В нашем отделении созданы у нас, оснащены все кабинеты. Мы овладеем всеми методиками, которые должны быть осуществлены амбулаторной хирургии, оказание антирабической помощи в травме, наложение гипсовых повязок и позиция, рентген-контроль и выполнение в рентгеновском отделении. У нас замечательное отделение восстановительного лечения, куда идут наши пациенты. После тяжелых травм, перевязок и необходимости восстановления функции сустава. Также нам очень помогает рентгеновское отделение. По словам врача, сейчас очень много пациентов с сосудистыми патологиями, варикозными и артериальными болезнями. Выездные консультации помогают на месте проводить обследование и ставить диагноз. Они проходят совместно с Центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Раз в месяц бригада из кардиолога, аритмолога и сосудистого хирурга приезжают со своим доплеровским оборудованием и мини-аппаратом УЗИ. Дни открытых дверей проходят в октябре и ноябре во всех отделениях обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы. Записаться на обследование можно на портале Госуслуг Московской области. Анна Наприенко, Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.